Около трех тысяч грузовых вагонов до конца 2025 года планируют выпустить Казахстан. Об этом заявили представители национального перевозчика. Грузооборот в Казахстане в этом году вырос почти на 8%. Потенциал к увеличению объемов огромный. По железнодорожным путям республики отправляются в соседние страны практически все виды экспортных товаров. Большую часть железнодорожных поставок, а это почти 80%, занимает зерно и уголь. Твердое топливо закупают Россия, Кыргызстан и Узбекистан. С начала года в дружественные страны отгрузили порядка 20 миллионов тонн угля. Зерно поставляют в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Попасть в топ стремится и Китай. В этом году Казахстан отгрузил в КНР рекордное количество тонн. Чтобы увеличить поставки в страны Содружества, национальный перевозчик намерен на 7% расширить транспортный парк. Для этого уже заключили договор с отечественной вагоностроительной компанией. Грузовые вагоны будут делать на северо-востоке страны по Владарской области. В направлении которого отправлено порядка 1,4 миллиона тонн зерна, что выше 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом. Необходимо отметить положительную работу в диверсификации рынка Китая в текущем году, в обеспечении перевозок по вагонному экспорту, где с марта путем переговоров между железными дорогами и участниками рынка выстроена оптимальная схема перевозки. Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Калбек Жапаров провел совещание в режиме видеоконференции с местными органами власти. Обсуждены ход реализации административно-территориальной реформы, подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, а также организации значимых мероприятий республиканского масштаба. Председатель Кабинета Министров отметил, в каждом регионе есть проблемы, которые не решаются годами, надо приложить все усилия для их решений. Он выручил полномочным представителем президента в областях республики в недельный срок представить список проблем, решение которых откладывалось годами. Кроме того, глава Кабмина обратил особое внимание на прозрачность проведения тендеров. Председателями тендерной комиссии должны стать полпреды. А Калбек Жапаров отметил важность стопроцентной подготовки к осенне-зимнему периоду и праздничных мероприятий в областях. Российские производители обеспечили внутренний рынок медикаментами на 70%. Такие данные на встрече с Михаилом Мишустином привела глава Росздравнадзора Алла Самойлова. За последние три года доля отечественных медикаментов на рынке выросла на 10%. Нет проблемы с обеспечением и жизненно важными препаратами. В категории льготников 9 миллионов россиян. Фармзаводы наращивают объемы. Михаил Мишустин подчеркнул, что отечественные лекарства не должны уступать импортным аналогам. Глава государства добавил, что в больницах должно быть отечественным не только медицинское оборудование, но и мебель вплоть до тумбочек и светильников. Исутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественные и безопасные. Это основа, и этим надо продолжать заниматься, держать на личном контроле. Еще один вопрос, который я хотел поднять в разговоре с вами, это вопрос оборудования для диагностики, профилактики, реабилитации, любых исследований, которые у нас уже в большом количестве производятся в России. На улицы Афин вышли тысячи протестующих. Забастовка в Греции привела к перебоям в работе общественного транспорта. Люди выступают против планов правительства изменить трудовое законодательство. Среди митингующих это учителя, врачи и сотрудники транспортной сферы. Из-за перекрытых дорог водители автобусов и железнодорожного транспорта были вынуждены объявить сокращенный рабочий день. Не работало метро и паромные переправы. Отметим, что новый законопроект предлагает разрешить сотрудникам, работающим полный день, иметь вторую работу и работать до 13 часов. Кроме того, он может разрешить работодателям вводить шестидневную рабочую неделю. Новый законопроект позволяет нам работать по 13 часов в сутки до тех пор, пока мы не выйдем на пенсию. Кроме того, он положит конец требованиям рабочих по повышению заработной платы, повышение которого они заслуживают. Индийская космическая миссия Чандараян-3 находится на пороге важного научного открытия. По итогам исследований ученые смогут точно установить, как образовался единственный естественный спутник нашей планеты, а также больше узнать о том, как менялся ландшафт и география Луны. Во время своего пребывания на ее поверхности аппарат обнаружил серу в образцах почвы с южного полюса. Там также были обнаружены частицы алюминия, кальция, железа, хрома, титана, марганца, кремния и кислорода. Несмотря на то, что о присутствии серы на Луне было известно с 70-х годов, эксперты называют это открытие косвенным доказательством когда-то существовавшей там воды и плодородной среды. Кроме того, после успешного выполнения миссии Чандараян-3, этот космический аппарат может быть использован в будущем для доставки образцов с Луны на Землю или для пилотируемых миссий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok